А где школа-то была? В вашей комнате? Вот, вот. А вот их обеи занимали, обеи. Потому что она, вы видите, какая насекная полмината, представляете, это было, прошло-то, 100 лет почти. Слушай, тут еще сколько помню. Вот это самое, помню? А это кровать что-то там, или вы так закрывали? Нет, это кровать, это кровать. И прямо так закрывали? Да, это, 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 нет, нет, нет. Так, это горница? А, это горница. Это горница вот здесь. Здесь молоко хранилось, здесь большая дверь, у нас это закрыто. Это шкафик тут. Там крови стоят, там крови все кровать стоят. Да, тут покрыли. Это вы божница называли? Божница, это божничка. Тоже называлась божница. Не помните, она была расписная или такая была всегда? Она тоже была не белая. Она не белая, раньше все было покрашено в красный такой цвет, раньше любила какой-то такой красный. Цветы-то были, нет? Были, было, что-то было на ней. А тут и сестра красила. А тут и двери были. Так и двери, это такие же. А внутри там все стоило. Это недавно, это перекрасила, она в 60 градусах. Там что стоило? Ничего там не было, уложили там, кое-что могли залетить, кое-что туда. Там все пришли на себе? Да, они могли там, раньше, мод, свечки. А у меня тут свечи, святую воду, вот они как бы хранились. Да, все хранились. Слушай, когда он лежит, он сам не закрывает? Все, закрывает, но законопатию ты к дому не подойдешь. Вот сюда только, пожалуйста, не зайдите, под поле не упадите. У меня все-таки под поле открыт, наверное, что поздно ходил. В общем, дом пропадает. Это было раньше, но он такой веселый. У нас герани столько росло. Такая красотища была. Так, естественно, и заборка была расписная, да? Да, да, да. А в каком 60-е все замазать, да? Эта сестра замазала где-то, наверное, в 63-м или 62-м году. Почему? Не знаю, замазала. Ну, вот перекрасила, потому что так как будто лупилась. А потом, знаете, современные на советское все переходили. Как-то от старого все как будто отходили. Вот только, наверное, шкафы собранился. Такого ценного, да как бы уже ничего и не имеется. Горница там, я уже не буду там. В общем, я сейчас сюда привела вас показать печку. Лучную печку. Вот это вот, а печи, это здорово, да? Да, вот печи. А нам же где были есть? Бани. Бани, да. Кстати, тут очень хороший вопрос. А колпани в детстве были, 50-е годы? Обязательно. Бани здесь всю жизнь были. Сколько? Частные? Частные. И было, да, говорят, одна баня, если кто не считает, не может помутся. Степашины, так и называлось, и шли все. У кого нет, бани. Общая баня. Бани здесь были у всех. Мылись хорошо люди. Видели, это полностью попали. Дом был здесь расписано, конечно, дверь была расписана. Дом был в очень хорошем состоянии, но, видите, все перекрашено. Вот кровать, это тоже старинная кровать. Это вот старинные лавки. Старинные лавки. Вот что осталось здесь. Вот здесь учил Нищаев сказочник. Начало его пути творческого. Как бы началось учительствование с этого дома. Это ее ванголу под утрез, могу сказать. Потому что бабушка говорила, мне мама сказала, матери сказала бабушка, Евдокия Степана, наушно-хладбище так, что здесь была в начале 20-х годов школа. Учил Нищаев. Когда он приезжал, тут даже два стола. Да. Праздник-то здесь два остальных, посуды-то все на окошке, окна-то все какие-то веселые цветы. Ой, как я. А люди-то все парочки-то гуляют туда до креста-то. Все это скашивалось. Не деревня, а рай. Особенно Ничейкины жили по сиротке. Бабка-то не зря жила. 96 лет говорят. Бабушка ворвалась, мне пора умереть. Это где-то в начале 40-х годов. Она говорит, умереть, да не мне напереть. Там посередке вообще у них как-то деревня, дом располагался на все стороны. Гамазера все, эти все поляны. На эту сторону река, заречья. На восток туда ушу и лахта. Тут, значит, эта сторона. Пейзаж был, не оторвать было. Да здесь, а сколько не возьми, пейзаж роскошный такой. А сейчас-то что, сейчас-то тут, что-то суземок. Все тут зарощено, все тут. Остатки. Так только, пройти и повредить. Да уж, восстановить бы какую-нибудь деревеньку. Если бы я была помоложе, у меня была мысль. Незнакомо обратиться, но у меня не здоровье сейчас, конечно. Это вот хоть косить бы хотела. И то уже... Я бы набрала тяжелых наркоманов, которые хотели бы излечиться, алкоголиков. Здесь бы создала бригаду человек на 15, на 20. Взяли бы две лошади, четыре бы коровы. Распахали бы поля. Все бы занялись трудотерапией. Вышибла бы эту шаль. Алкоголя здесь нету, наркоты нет. И все бы стали людьми. Но я вот так думаю сейчас, но у меня нет здоровья. Если бы это было лет 10-15... Ну, это, знаете, это такая... Тяжелая параметра. Тяжелая параметра. Тяжелая параметра. Тяжелая параметра. Нет, это ничего нереального. Во-первых, это надо иметь Ройзмана в начале организации. Слышали, наверное, Екатеринбург, город без наркотиков. Да, да, да. Там такая паризматическая личность. Знаем. Это он, наверное, может взять, а это нет. Слишком серьезно. Все разбегутся. Все разбегутся все равно. Нет, все равно денег у нас. Но мне знает, если кто хочет излечиться, у нас отчим-то ведь он все-таки вот пил. Он 20 лет тут прокомлесил. Он вздевался над матерью, говорит, я за что уехала? Мы все уехали. Нельзя было. Он же у нас пришел с экспедиции. Экспедиция. Пришел он с Аркангельска, нет, подождите. Откуда он с Аркангельска шли, откуда он на борт-то был. Он в Калининграде пожил, и там жену оставил с двумя детьми, и потом сюда пришел. Ну, мать одна была, тут Мария Петровна была, их посватала, и, значит, в 57-м году это было. В 57-м году в мае там остался. Он 20 лет. Вот я закончила медучилище, я приехала, я такой распорядок здесь устроила. Вызвала этого участкового, но тогда было в советское время попроще. Соседи подтвердили, что он пьет и мать избивает. Значит, туда справку взяла совхоза, что у него прогуло в полное, и его направили на лечение. Он ни в какую. Мать, да ты что, с ума сошла, ты что мне позорить-то собралась? Ну, я говорю, раз тебе нравится, с пьяницей жили, да доживай. Я говорю, до свидания. 6 месяцев было сына у меня, я жила, было 2 коровы, еще в ту пору, здесь у них. Мать уехала в Мурманск на свадьбу, я осталась 2 коровы, нетель, овцы, теленок и 6-месячный ребенок. И он мне каждый раз говорил, я тебе отрублю голову. Приехала, сук, наводить здесь порядок, я тебе отрублю голову. Каждый раз говорил. А я, значит, а я вот не боялась тогда, я здоровая была, я думаю, ничего, придет, я в горницу туда, раз, подходи у этого паренька и выпрыгну, знаю, куда бежать, вот на сколько было. И представьте, я уехала в Песец, он следом пьянище едет на второй день. Надя, Надя, я поехал, я поехал, но никуда я тебе не доехал. Уехал в Талаги, пролечился, не пил, 26 лет. Ну это тоже история такая.